Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Науру Залипшокова Его представил судья Верховного Суда Российской Федерации Сергей Зеленин. Науру Забрикович был назначен указом президента Российской Федерации 15 августа 2022 года и уже приступил к выполнению своих обязанностей. Глава Республики Рашид Тимрезов пожелал новому руководителю Верховного Суда оправдать доверие президента Российской Федерации успеха в сложной и ответственной работе. Глава Республики Рашид Тимрезов приглашает гостей жителей Республики принять участие в праздничных мероприятиях посвященных столетию региона и Дню города Черкеска, которые пройдут 6-7 сентября. Великательная праздничная программа начнется 6 сентября. В этот день в 19.00 состоится торжественное открытие светомузыкального фонтана в обновленном центральном сквере в сопровождении Камерного оркестра Государственной Филармонии Республики. Сразу после открытия фонтана состоится концерт с участием звезд Карачаева Черкесии Ислама Итляшева и Султана Лагучева. В 19.50 на центральной площади Черкеска состоится лазерное шоу, после чего перед зрителями выступит группа «Файста Фэмили» и артисты Карачаева Черкесии. Завершится праздничный день красочным фейерверком. 7 сентября в 16.00 на стадионе Нарт состоится праздничное мероприятие, посвященное столетию образования Республики и гала-концерт с участием Стаса Михайлова, Басты, Зары, Ислама Итляшева, Рината Дженебекова и других артистов Карачаева Черкесии. «Это наш общий праздник, этот праздник каждого из нас, день образования региона, в котором мы живем, растим детей, строим будущее и чтим прошлое. Пусть он будет ярким, фееричным и незабываемым», написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. С 9 по 11 сентября жители Республики будут выбирать своих представителей в Городскую думу Черкесская и Карачаевска, а также еще в четырех десятках сельских советов. На этих выборах, помимо наблюдателей от партии и кандидатов, за порядком в ходе голосования будут следить эксперты общественной палаты, которые будут представлены на всех избирательных участках на территории региона. Комментирует информацию руководитель группы подготовки наблюдателей общественного штаба Евгений Жидяев. Основная работа была направлена на обучение наблюдателей, их формирование. Я думаю, в полном объеме мы с этой задачей справились. Мы распределили каждый из экспертов по городам, районам, с кем будем проводить обучение. Лично я участвую в обучении наблюдателей в Ногайском, Адыхабайском, Зеленчуцком, Урубском муниципальном районе. В этом случае сказать, что были новые какие-то аспекты в обучении, были добавлены другие формы обучения, в электронном виде это было все преподнесено. И я с уверенностью могу сказать, что наблюдатели наши готовы к проведению выборной кампании. Мы должны участвовать наблюдатель не только как наблюдатель, но он должен участвовать в том, чтобы было большее количество избирателей, которые придут на избирательный участок. И в этом направлении надо, наверное, прилагать больше усилия, чтобы потом сам избиратель не говорил, почему избрали того или не этого кандидата, того или другого кандидата. Поэтому здесь, чем больше придет на избирательный участок избирателей, тем будет существеннее и будут весомы эти выборы. В избиркоме сообщили, что помимо стационарных в республике появятся передвижные избирательные участки. Они будут задействованы в том случае, если по каким-то причинам избиратели не смогут попасть в помещение для голосования. На этот случай муниципалитета, где в сентябре будет избираться депутатский корпус, предоставят необходимое число автобусов, а избирком оснастит их всем необходимым для процедуры голосования. Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по городу Черкесску Мария Лакаева. Одно дело подготовить мобильные избирательные участки, но также мы должны подготовить и людей, наши участковые избирательные комиссии, для того, чтобы они правильно выполнили переход голосования с стационарного избирательного участка в мобильный избирательный участок. Для этого в рамках обучения наших участковых комиссий мы обучать будем и данному механизму. Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаева Черкесской Республики и, естественно, в приоритете здоровья и жизни избирателей. Затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию и затем, насколько это возможно, оперативно продолжим голосование уже на резервных мобильных избирательных участках. Регионы Северокавказского федерального округа получат от федерального центра 200 новых школьных автобусов и 103 машины скорой помощи. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение распределения между регионами школьных автобусов на сумму 10 миллиардов рублей и машин скорой помощи на 6 миллиардов рублей. Таким образом, Карачаева Черкесия получит 15 новых школьных автобусов и 13 машин скорой помощи. Среди школьных автобусов, которые получит Карачаева Черкесия, 5 автобусов будут вмещать до 31 человека, еще 9 автобусов до 24 человек и 1 автобус вместимостью 20 человек. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в 2022 году. В числе победителей оказались две организации из Карачаева Черкесии. Благотворительный фонд созидания представил проект видеокниги к столетию государственной библиотеки имени Хальмад Байрамуковой страницы века. Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературу народов Карачаева Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Второй проект, который получит поддержку президентского фонда культурных инициатив, подавала Карачаево-Черкесская региональная общественная организация Российский союз молодежи. Это новостной речитативный проект «Читаем новости Кавказа», целью которого является популяризация российских интернет-ресурсов, поддержка малого бизнеса и содействие информационно-просвещение молодежи. Каждый победитель получит грант в почти полмиллиона рублей. По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, проект благоустройства Центрального парка в городе Узжигуте получит грант в размере 85 миллионов рублей. На территории появятся зоны отдыха и рекреации, об этом рассказал куратор конкурсной заявки Ренат Хатуаев. По его словам, проектом предусмотрено благоустройство Центрального парка Узжигуте общей площадью почти 5 гектаров и прилегающей территории. Голоса разделились между набережной реки Джигута и парком. 70% жителей проголосовали за благоустройство территории парка. Скажем так, в нем сосредоточены все административные культурные учреждения, которые есть в Джигуте и в принципе в Джигуте можно считать этот парк точкой отчета. Была станица, там был храм на территории парка находится. Больше всего мне запомнилось то, что люди хотят питьевой фонтанчик. Вот буквально все поколения. То, что они хотят зависело, наверное, от того, кто выступал. Если это молодежь, то им нужно Wi-Fi, красивое место для фотографий и где попить кофе. Более взрослое поколение, так как там на территории парка находится вечный огонь, там много памятников установлено, и они хотели бы поддержать такую более торжественную атмосферу в парке. Этот парк позволяет сейчас повысить качество жизни жителей из Джигуты, сделать это место для них более удобным, более комфортным. И именно так, как они этого хотят, вплоть до каких-то готовых архитектурных решений предлагают люди. Как стало известно на прошлой неделе, с начала нового учебного года в российских школах на уроках запрещено использовать телефоны. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время общероссийского родительского собрания. По его словам, это необходимо, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках. Если необходимо связаться с родителями, школьники могут сделать это на перемене. Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. на уроках, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. Вспомните, мы с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов. Да, в школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается. кстати, это тоже использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. В Карачаево-Черкесском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка» откроется стационар с возможностью проживания. Находится он в Черкесске в здании бывшего дома-интерната для престарелых. Стационар будет полностью готов к приему с Нового года. Чтобы пройти в нем реабилитацию, нужно обратиться непосредственно в учреждение по адресу город Черкесск улица Космонавтов 4 или по телефону 27 20 29. В рамках национального проекта культура в Улипсыш появится новая школа искусств. Еще один сельский очаг культуры уже в ноябре этого года распахнет свои двери для ульчан. К слову, возведение объекта ведется согласно графику. Информацию комментирует заместитель председателя Народного собрания Республики Мусаик Зеков. Внес дополнение, чтобы еще сделали такую ночную подсветку фасадов, чтобы такое красивое замечательное здание творческое, еще и ночью очень ярко красиво осветилось. Но это небольшие дополнения, изменения, это все сделали. Еще с главой села и с главой района тоже вместе с строителями поговорили о том, чтобы сделать дальше, шире сделать благоустройство. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов. Компания по капремонту вузовских общежитий реализуется в России с сентября прошлого года по инициативе партии «Единая Россия», комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы к концу этого года, к концу декабря мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшего образования о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий молодежный проект, итальянский проект был в фасадах именно в таком свете, но они в таком темном свете не останутся, на них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени, это все будет очень интересно и привлекательно. В Аграрно-технологическом колледже Иркен Шахара будущих работников сельского хозяйства будут обучать в новых мастерских и лабораториях. Ребята на занятиях не только получат теоретические знания, но и опробуют их на практике. Это стало возможно после получения колледжем субсидии в рамках федерального проекта образования. Какие преимущества дадут эти новшества студентам нашего региона, рассказал председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Народного собрания Алексей Ганшин. У наших детей, у наших студентов появилась возможность на практике получить достойное образование и получить навыки на современном оборудовании и на современной технике. Две эти лаборатории позволят готовить специалистов не только для нашей республики, но и для соседних регионов, что повысит престиж рабочих этих специальностей, так как у нас развивается в республике сельское хозяйство, сады Карачаева, Черкесии, направление расширяется сельскохозяйственное предприятие. Это будет достойным подспорьем для подготовки современных специалистов. В ауле Нижняя Тиберда открыли памятную доску герою России генерал-майор авиации Канамату Баташеву, который героически погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Доска появилась на здании школы, где учился Канамат Баташев. Напомню, Канамат Баташев ушел добровольцем на Донбасс. Он погиб, выполняя боевую задачу. За мужество и героизм указом президента России Владимира Путина Канамат Хусеевич посмертно удостоен самой высокой воинской награды звезды-героя Российской Федерации. Северокавказской межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлен факт незаконной реализации молочной продукции в Черкесске. Факт был обнаружен благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий». Комментирует информацию государственный инспектор отдела государственного ветеринарного контроля и надзора управления Зурида Агирова. Установлено, что ООО «Восток» продолжала свою деятельность по реализации продукции животного происхождения, хотя по данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц деятельность фирмы прекратилась в 2016 году. За это время ООО «Восток» с торгового павильона «Мясной двор» реализовала более 13 тонн молочной продукции. Площадки, не состоящие на учете в налоговом органе, не имеют права заниматься экономической деятельностью в области производства, хранения или реализации подконтрольных Государственного ветеринарного надзора товаров являются фантомными. Управлением Росельхознадзора хозяйствующий субъект и данные площадки исключены системе Цербер для предотвращения нелегального оборота продукции. Всесезонный курорт «Архез» может быть признан лучшим горнолыжным курортом России. Для этого нужно проголосовать за него в рамках национальной премии «Горы России». Народное голосование будет проходить на сайте конкурса нашегора.рф и продлиться до 15 октября включительно. Такое масштабное голосование в рамках страны проводится впервые, отметили в Министерстве туризма и курортов республики. На платформе премии уже зарегистрировалось более 150 курортов из 8 федеральных округов. Для них предусмотрено 29 основных номинаций, в том числе «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт» и так далее. Велопробег, посвященный столетию Карачаевой Черкесской республики, прошел в селе Чапаевском. В нем приняли участие более 150 человек, детей и взрослых. Стартовал велопробег от здания администрации Чапаевского сельского поселения и завершился перед зданием школы села. В велопробеге принял участие заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бугаев. Он поприветствовал всех от имени главы республики Рашида Тимрезова и поздравил со столетием республики. Начало мероприятия сопровождалось выступлением артистов отдела культуры администрации Прикубанского района. В станицу Суворовской прошел чемпионат Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия по боксу» среди мужчин и женщин, посвященный Дню солидарности борьбе с терроризмом. Весовой категории 75 килограммов одержал победу представитель Республиканской спортивной школы по боксу Эдгар Цамбов. Таким образом, он получил путевку на чемпионат России по боксу среди мужчин. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру Вы слушали Радио России Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова